Привет, это Дима. Все сейчас обсуждают совершенно сюрреалистический приговор для журналиста Ивана Сафронова. Ну или не сейчас, а неделю назад. Ну что поделать, я теперь живу в мире позавчерашних новостей. Итак, приговор. 22 года непонятно за что. Слышал, что предлагали 12 в случае признания вины. И было бы 12 лет непонятно за что, да еще и с признанием этого непонятно чего. Но это ведь в сущности одно и то же. Стоит ли признавать вину в том, чего не делал, что даже не сформулировано четко, чтобы вместо 4 пожизненных сроков получить 2? Так вот эти 12 или 22 года тоже пожизненные строки. Только не для подсудимого, а для коллективного обвинителя. Срок Сафронова закончится гораздо раньше, чем пройдут эти 22 года. Одновременно с сотнями других. Включаем мой. Поэтому смысла в этих цифрах не больше, чем 146% явки на ДЭК. Или сколько там нарисовали. Тем временем в Тюмени, Новосибирске и Екатеринбурге чекисты пытают людей. Им не предложат сделку, как мне или Сафронову. Они признаются во всех фантазиях палачей. А потом мы будем с ужасом читать о том, какими методами офицеры ФСБ всегда добиваются своих целей, как сказал чекист Витти Филинкова. Вот это действительно страшно и действительно важно. Ни одна подобная история не должна быть забыта или оставлена без внимания, чтобы все палачи получили свои двузрачные сроки, которые они отсидят полностью. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ